Давайте обсудим теорию долга и процентных ставок. Сначала я хотел бы рассмотреть ряд технических моментов. Начну с модели процентных ставок Ирвинга Фишера. Потом обратимся к более техническим вопросам. Приведенной стоимости, облигациям с нулевым купоном, сложным процентом, обычным облигациям, временной структуре, процентных ставок и форвардным ставкам. Дальше я планирую обсудить с вами, что же на деле происходит на кредитных рынках. Так или иначе, сегодня мы будем обсуждать процентные ставки. То есть ставки, по которым заемщик оплачивает кредит, а кредитор, наоборот, зарабатывает деньги. Идея процентных ставок достаточно стара, ей несколько тысяч лет. Обычная процентная ставка измеряется несколькими процентами в год. Так? Давайте для начала задумаемся, почему это так? Почему несколько процентов в год, а не как-то иначе? Почему вообще процентная ставка — положительное число? Вы когда-нибудь слышали об отрицательных ставках по кредиту? Вопросы простые, так что я пока дам краткий обзор истории экономической мысли. В конце XIX века экономист Ойген фон Берн-Баверк издал книгу о теории процента. Это было в 1884 году. Он очень подробно, многословно описал основные причины возникновения процентных ставок. Коротко говоря, он предложил три объяснения тому, почему ставки обычно бывают в диапазоне 3, 5 или 7 процентов. Он выделил три основные причины. Во-первых, технический прогресс. По мере накопления в экономике научных данных о том или ином процессе его эффективность повышается. Тогда 3 процента или 5 процентов — это фактически темп технического прогресса. Это скорость улучшения технологий. Впрочем, Берн-Баверк сформулировал и другие причины. Например, окольность или многоступенчатость производства. Термины, приведенные с немецкого, не всегда звучат хорошо. Смысл в том, что производительность труда растет по мере увеличения числа специализированных этапов производства. Это никак не связано с техническим прогрессом. Если вас кто-нибудь попросит что-то создать здесь и сейчас, вы выберете кратчайший и простейший метод изготовления этого предмета. Если же у вас будет время, вы можете пойти окольным путем. Сначала изготовить инструмент, который существенно повысит вашу эффективность в дальнейшем. Так что процент может отражать и такие преимущества поэтапного производства. Третьей причиной Берн-Баверк называл временные предпочтения, то есть человеческую нетерпеливость, восприятие настоящего момента как более ценного по сравнению с будущим. Это созвучно идеям исповеденческой экономики. Представьте, что перед вами коробка конфет. Вы смотрите на нее и думаете, «Оставлю-ка я ее на следующий год». Хотя нет. Через год они, наверное, испортятся. Ну, пусть на следующий месяц. Но, чтобы вы себе не говорили, у вас будет сильный соблазн съесть эти конфеты здесь и сейчас. Возможно, процентная ставка — ничто иное, как индикатор временных предпочтений. Почему процентная ставка равна 5%? Потому что удовлетворение желаний здесь и сейчас нам на 5% приятнее, чем в будущем. Говоря о теории процентных ставок, автор вашего учебника Фабоци дает отсылку к Фишеру. Это очень простая идея, которую Фабоци излагает своими словами. Итак, процентная ставка — это точка пересечения кривых спроса и предложения на сбережение. На этой оси я отложу сбережение — S, а на этой — процентную ставку — R. Даже не знаю, почему мы обычно обозначаем ее буквой R. Здесь мы исходим из того, что в любой момент времени есть определенное предложение сбережений. Есть энное количество людей, готовых положить свои деньги в банк или куда-то еще под процент. Теория гласит, что чем выше процентная ставка, тем больше люди будут сберегать. Так что кривое предложение постоянно стремится вверх. Это S означает предложение, а это — сбережение. Но есть и спрос на инвестиционный капитал, верно? Ваше сбережение банк выдает компаниям в виде кредитов. Компании хотят знать, под какой процент они могут взять в долг. Чем ниже ставка, тем больше будет спрос на кредиты. Это дает нам кривую спроса на сбережение. И равновесная процентная ставка будет лежать на пересечении двух кривых. По этой оси мы откладываем процентную ставку, а по другой — долю сбережений. Как видите, это очень простая идея. Это и описывает Фабоцци в вашем учебнике. Я же хочу обсудить с вами диаграмму, которую Фабоцци с соавторами не включил в учебник. Она тоже взята из книги «Теория процентных ставок», изданной в 1930 году. Она иллюстрирует ситуацию с двумя периодами, а не одним. Мне она особенно нравится тем, что очень емко передает идеи Берн-Баверка о первопричинах процентных ставок. Это вторая диаграмма Ирвинга Фишера. Позволю себе небольшое отступление. Помните ли вы роман «Робинзон Круза», написанная в XVIII веке Джонатаном Свифтом, история человека, оказавшегося на необитаемом острове и вынужденного полагаться только на себя самого, без помощи кого бы то ни было. Роман хорошо известен, поэтому экономикой «Робинзона Круза» часто называют такую экономику, в которой есть только один человек. Очевидно, в ней не будет торговли. Пока что не будет. Так вот, давайте предположим, что на острове «Робинзона Круза» действует определенная процентная ставка. На этом графике мы покажем потребление. По этой оси сегодняшнее, а по этой потребление в следующем году. Итак, жалко, что я плохо помню роман. Кто-нибудь из вас его читал? Не может такого быть. Так что я не буду держаться с вифтовской канвы событий. Положим, у «Робинзона Круза» была еда. Пусть вся экономика его острова построена на зерне. Нам сейчас не важно, откуда оно появилось на острове. Важно, что оно есть. А кроме него ничего нет. Поэтому он регулярно решает, сколько зерна в этом году съесть, а сколько посадить. Вот общий объем имеющегося у него зерна. Это максимальное количество зерна, которое он может съесть. Если он съест все зерно, ему нечего будет сажать. А значит, нечего будет есть в следующем году. Так что ему нужно себя ограничивать, если он не хочет умереть с голоду в следующем году. Пусть существует линейная зависимость урожая от объема посеянного зерна. Круза может откладывать определенное количество зерна. Это несъеденное, отложенное на следующий год зерно будет давать ему новые запасы еды. Это я изображу прямой линией. Ладно, просто поверьте мне, что это прямая линия. Итак, эта прямая отражает весь набор вариантов потребления круза при условии, что урожай линейно зависит от сбережения. Да, этот рисунок не отражает уменьшение предельного продукта. Другими словами, на каждый килограмм посеянного зерна он собирает 2 килограмма взошедшего. Так что если он ничего не съест в этом периоде, и я нарисовал эту линию с угловым коэффициентом минус 2, в следующем периоде у него будет вдвое больше зерна. Это абсолютный максимум зерна, которое он может вырастить в следующем году. И наш герой может выбрать любую точку на этой кривой потребления. Это экономика Робинзона Круза в своем самом простом виде. Что же сделает Круза? В начальном курсе микроэкономики вы изучали кривые безразличия между потреблением сегодня и потреблением завтра. Помните такое? Это своеобразные границы полезности. Мы их обычно рисуем так. Что же делает Круза? Стремясь к максимализации полезности, он выбирает точку, в которой наивысшая кривая безразличия касается границы производственных возможностей. Это ГПВ, или граница производственных возможностей. Так он находит оптимальное соотношение между потреблением и сбережением. Такую долю он потребляет в этом году, а остаток формирует его сбережение, которое он посадит. Таким образом, в следующий период времени он потребит вот такое количество зерна. Это азы микроэкономики, вам хорошо знакомые. В этом случае тангенс угла наклона кривой равен минус 1 плюс r, где r — процентная ставка. Согласны? Мы рассмотрели очень простую ситуацию. Она иллюстрирует только одну из первопричин по бьем-баверку — многоступенчатость. Хотя, как знать, может, технический прогресс в этой экономике тоже имеет место. Если со временем Робинзон Крузо придумает, как эффективнее выращивать зерновые культуры, появятся и компоненты технического прогресса. Но предпочтения явной роли не играют. Предпочтения я отразил на кривых безразличия, и поскольку граница производственных возможностей линейна, нетерпеливость не играет роли. В этом случае процентная ставка определяется наклоном графика. Так что пока мы здесь не видим всех причин по бьем-баверку. Идем дальше. Это был простейший вариант ситуации по Фишеру. Следующий шаг. Предположим, что вложения в зерно подчиняются закону убывающей доходности. Например, это может объясняться тем, что, сажая небольшое количество зерна, Крузо очень хорошо ухаживает за всходами и получает большой урожай. Однако, высадив больше зерна, он работает не так эффективно. В этом случае мы изменим границу производственных возможностей, и она станет выгнутой. Видите, к чему я клоню? Закон убывающей доходности инвестиций. Чем больше вы сберегаете, чем больше расширяете посевные площади, тем меньше становится предельный доход. И наша новая граница производственных возможностей устроена сложнее. Что же дальше? Забудьте о прямой, которую я сначала здесь нарисовал. Новая граница производственных возможностей загибается вниз. Что сделает Робинзон Крузо? Он выбирает самую высокую кривую безразличия, которая касается новой границы производственных возможностей. То есть он находит такую кривую безразличия, которая проходит по касательной ГПВ в этой точке. Понимаете меня, да? Это и будет стратегией Крузо. Теперь процентная ставка, как мы уже говорили, это тангенс угла наклона касательной кривой безразличия и границы производственных возможностей. В этой точке они совпадают. Вот эта мысль Беом Баверку не давалась. Здесь процентная ставка зависит от двух параметров. Один — граница производственных возможностей, другой — кривая безразличия. Теперь мы с вами видим все причины по Беом Баверку. И многоступенчатость, и технический прогресс, и нетерпеливость. Нетерпеливость представлена в виде угла наклона кривых безразличия. Давайте теперь добавим в эту экономику еще одного человека. Придется все это стереть. Предположим, на этом острове живут два Робинзона Крузо. И начнем с автономной ситуации. Они друг друга еще не нашли. Живут на разных концах острова, которые считают необитаемым. Им доступны одни и те же технологии. Их границы производственных возможностей совпадают. Но они живут на разных концах острова и друг с другом не торгуют. Возвращаемся к нашей диаграмме. Вот потребление в этом году и в следующем. Вот граница производственных возможностей. Та же кривая, что я рисовал раньше. Технологии у них одинаковые. И предположим, что запасы зерна у них равные. Но Крузо А очень терпелив, а Крузо Б, наоборот, очень нетерпелив. Тогда кривая безразличия Крузо А касается кривой полезности здесь. Это А. Кривая безразличия Крузо Б тут. Это Б. Когда придет время сажать, Крузо А будет сберегать очень мало, потребляя большую часть зерна. Стойте, я сказал, что А терпеливый, да? Наоборот, он нетерпелив. Много потребляет сейчас, почти не откладывая на следующий год. Но он тоже стремится к максимализации полезности. Поэтому мы здесь показываем самые высокие кривые безразличия. Крузо Б у нас вышел очень терпеливым. Он в этом году потребляет очень мало. Зато в следующем году у него будет очень много зерна. Предположим, они посеяли зерно, как и собирались, а потом обнаружили, что они на острове не одиноки. И теперь у нас уже настоящая экономика с двумя агентами. Что же им делать? Очевидно, что торговля принесет им пользу, особенно торговля на рынке судного капитала. Крузо Б стал заложником закона убывающей производительности. Ему не стоит сажать так много зерна. Предельная урожайность слишком мала. А другой Крузо, учитывая то, сколько он сажает сейчас, может гораздо эффективнее применить излишки зерна. Он должен сказать Крузо А, «Посади это зерно для меня». У тебя и времени свободного больше, и производительность выше. Вскоре они придут к первому кредитному договору. «Я дам тебе в долг столько-то зерна». Помните, денег у них пока нет. Крузо А хочет потреблять больше, так что Б ему скажет, «Вместо того, чтобы так много сажать, я лучше отдам тебе часть своего зерна в долг, чтобы ты мог есть в волю». Ставка процента в такой экономике будет выглядеть следующим образом. Здесь я нарисую касательную. И давайте договоримся, что это прямая линия. На этой прямой мы найдем точку максимальной полезности для Крузо Б. С учетом ограничивающего условия в виде нашей касательной. И для Крузо А с тем же ограничением. Причем здесь должно достигаться равновесие спроса и предложения на рынке заемного капитала, как показано на графике справа. Как видите, и А, и Б достигли более высокого уровня полезности благодаря торговле. Такова функция рынка капитала. Итак, есть Крузо А, который хочет много потребить в этом периоде. Да, точка производственного оптимума находится здесь. И Б дает А, вот этот объем зерна, для потребления. Так что последний сможет потребить вот это количество. Раз Б этот объем уступил А, он сам потребляет в текущем периоде лишь вот столько. Впрочем, вы видите, что положение обоих улучшилось. Они оба вышли на более высокую кривую полезности. Чему равна ставка процента в этой экономике? Тангенсу угла наклона этой прямой. Точнее, тангенс этого угла равен минус один плюс процентная ставка. Теперь самое время поговорить о различных видах облигаций и их приведенной стоимости. Концепция Фишера проста и наглядна, но для наших целей двух периодов недостаточно. Давайте рассмотрим разнообразные формы долговых инструментов. Самый простой инструмент — облигация с нулевым купоном. Человек, компания или государство могут дать деньги в долг в форме облигации с ценой ниже номинала. В день погашения заемщик выплачивает фиксированную сумму, но до погашения облигация торгуется с дисконтом. Такая облигация не предполагает купонных выплат, то есть по ней не выплачиваются проценты, скажем, каждый год. На ней просто указано, что в такой-то день она будет стоить столько-то долларов или евро. Почему ее покупают? Потому что цена продажи ниже номинала. Предположим, что стоимость облигации при погашении — 100 долларов. Срок до погашения — Т лет. Сколько же такая облигация стоит сегодня? Я вам напомню, как пользоваться формулой сложных процентов. Давайте предположим, что мы используем ежегодную капитализацию и Т считаем в годах. Тогда цена облигации с нулевым купоном сегодня считается так. 100 долларов делим на 1 плюс R в степени Т, где Т — срок до погашения в годах. Т — лет до погашения. Понятно? Вспомнили формулу? Другими словами, 1 плюс R в степени Т равняется 100 делить на П. То есть 100 деленное на П — это соотношение конечной цены и цены приобретения. Для того, чтобы получить годовую процентную ставку, я воспользуюсь этой формулой. R здесь называют доходностью к погашению. А погашение наступает через период Т. По этой формуле мы рассчитываем процентную ставку, хотя, на первый взгляд, конечно, облигация с нулевым купоном ее не имеет. Но разница между ценой и номиналом такой облигации отражает виртуальную ставку процента. Болгода Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...